Смотри, пункт первый. Вот пошел, вот какой-то раз покаялся. Вот я пошла на исповедь и сказала, что... А меня спросил батюшка, а вы взятки давали? Я сильно задумалась. Иногда, может быть, и давала, хотела я сказать, но я не помню. Вот. Суть в том, что только, опять же, через себя можно это для себя решить, потому что коррупция в России так же вечна, как проституция, как все остальное. Поэтому победить это, по-моему, невозможно. Вот. И никакими контрольными мерами, там, всех привязать к банкам, чтобы все было карточным, найдут все равно способы. Вот все равно найдут, как брать. Не так, 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 понимаете? Как вот раньше артистов, когда... Раньше с артистов брали, вот тебя подписывают на концерт, там, дают тебе 100 рублей, да, 50 кладут в карман. Сейчас это тоже делается, ну, по-другому. Ты даже не узнаешь, сколько положили в карман, ты просто даже не узнаешь свою стоимость. Теперь это все скрывается по-другому совершенно, есть совершенно другие схемы. Они были, есть и будут, поэтому всегда придумают. Поэтому здесь только надо от себя идти, бороться с самими собой, так сказать, и правильно воспитывать своих детей. Спасибо.